3 июня 1982 года Все это время, начиная с апреля, работал над концертом для хора «Перезвоны». Его 26 мая свез всю партиту, вернее не всю, как теперь выясняется, так как за это время сочинил еще целый номер, Минину. Обычно скупойный пересказ о хвале себе, на этот раз Валерий рассказал довольно подробно о том, в каком восторге были Минин, его хормейстер, что они говорили. Новое слово «Хораум из Кусти», такого еще никто не писал и так далее. А потом хор исполнил уже готовых два номера – «Вечерняя музыка» и «Смерть с разбойника». И я на первом еще крепился, а на втором номере заплакал. В общем, доволен очень. Меня обвиняют в том, что мой успех обусловлен использованием традиционных средств сочинения. Я это не отрицаю. Очень и очень многое и важное в жизни дается, к счастью, традиционными средствами. В том числе и люди, между прочим. Самое главное в музыке – общение между слушателем и исполнителем, поле между ними. Когда оно есть, в зале возникает эффект братства людей. Это самая прекрасная задача, которую решает искусство. А что слава? Слава как муха. Садится и на розу, и на навозную кучу. «Если настанут лихие времена, и мне придется оставить сочинение музыки, то я в полгода смогу освоить, ну, хотя бы специальность маляра, штукатуры или грузчика. Зато ни маляр, ни штукатур, ни грузчик никогда не смогут освоить специальность композитора. И в этом вся разница между нами». Слава как муха. Слава как муха. Слава как муха. ПЕСНЯ 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 В работе съезда приняли участие руководители Коммунистической партии. С отчетным докладом правления Союза композиторов СССР выступил первый секретарь правления Тихон Хренников. Я хотел бы быть как мудрый, но боюсь, что этого не поймут, решат, что я выскочка. Вот если бы меня выдвинули в мудрец, я бы оправдал, я бы старался, работал бы и над собой, и над чем-нибудь еще. Меня бы признали, а со временем присвоили бы какое-нибудь почетное звание. Например, народный мудрец СССР. Как это красиво, как это удивительно. Плывет на лодке, плывет на лодке, плывет на лодке. Плывет селедка, плывет селедка, плывет селедка. Не да, не нет, не нет, не да, не говорите, не говорите За ваш привет дарю букет И раз, и два, зачем считать? Я не собьюсь, я не собьюсь И ни, кого, ами, но вас, ни раз, ни два, ни десять раз Я не влюблюсь, я не влюблюсь Я не влюблюсь Вот шум, вот, вот это все вон, вот Все, как полагается, со всякими рамочками Все любишь, как было красиво Это был я Новый книг переплю Надо сказать, что я не произвел на себя такого уж впечатления Пожалуйста Вот она у него обклеена Тут у него тоже наклеена Вот такая, вот такая, вот шкатулочка такая Со стороны я как-то интереснее И чего такого во мне находят? Вот эти все вот маленькие картиночки Это все он сам рамочки делал Да Он покупал эти самые, знаете, доски Разделочные Выпилил, да Маморилкой красил Маморилкой И дальше вот из всяких журналов Вставлял уже Картинки, которые ему нравились Больше всего меня поразила собственная глупость Думаю, думаю И в результате придумываю что-нибудь общественно вредное Нет, такие, как я, нам не нужны Со мной надо бороться Пока я еще в силах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Странные какие-то говорят вещи Пишите больше, пишите крупнее Какая-то мания величия Количество и крупнота помогут, мол, шире раскрыться А я не хочу раскрываться Я не ворота Я хочу быть лишь полезным, толковым И неназойливым Я не хочу скрипеть при каждом порыве ветра Я не море, я маленький ручей И буду счастлив, если какой-нибудь случайный путник Набредет на меня И я доставлю ему нечаянную радость Вечер, вечер, вечерок Голубые свечки Из альбомчика листок Веки до вечных Матсина Милый, милый, милый Шри, когда Выцвели чернила Выцвели чернила 6 апреля 1972 года В Вологда Умерла нянечка Ездила хоронить Все очень тяжело По приезде говорила о том, что она за несколько дней до смерти съездила сама в бухгалтерию Рассчиталась за гроб За все, что связано с похоронами Дала деньги старушкам, которые должны были ее обрежать А старушки из деревни Крестной Настолько были взволнованы его приездом Что решили деньги ему дать за дорогу Рассказывая об этом, не мог удержаться от слез Вот люди-то Скажи, старший, чувакчик Скажи, старший, чувакчик Скажи, подрядый чувакчик Где ты живешь? Где ты живешь? Скажи, скажи, голубчик, скажи, бодряный чувакчик, что ты боешь? Где живешь? Скажи, скажи, голубчик, скажи, бодряный чувакчик, что ты боешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А скажите, пожалуйста, вот это, конечно, может быть самый тяжелый такой, я даже не знаю, как к нему подступить, к этим вопросам. А вот как вот сам он рассказывал, или вот как вы знаете по документам, вот как все-таки у них получилось, что в тюрьму, так сказать? Ну, она была директором детского дома, и человеком была очень требовательным, и может быть в чем-то, так сказать, она кому-то там, так сказать, что-то ей не знаю, но во всяком случае был донос, вот это точно. Вот, что, мол, растрата и так далее, и тому подобное. Арестовали ее и бухгалтера. В итоге выяснилось, что, собственно, ну, потом выяснилось. А дали сначала 10 лет. А потом через, вот когда стали, ну, в 1953 году освободили и сняли всю судимость, потому что... То есть все, она реабилитирована полностью. Да, абсолютно. Что еще? Ну, отец погиб же, по-моему. Отец погиб, да. И у меня есть копия похоронки. Он был за франу города Сокола, и, как говорили, что он был политруком. Вот, скажите, разговор такой. Вот. А что так? Ну, да, ну, скорее, это, ну, точнее, такой-то лейтенант. Провинился. Крестный, выбор от тебя. Я принес вицу. Крестная заплакала, умилилась и пороть не стала. Мать выборала страшно, пучком лучины. Крестная лечила меня в бане и ругала мою мать. Мать бегала вокруг бани и ругала крестную. Когда меня всего в жару уложили в постель, обе сидели в обнимку в кухне и плакали. 25 октября 1994 года. Валерий, вспоминая о детдоме, сказал, да, нас держали строго. Мы все должны были делать сами. Полоть, колоть, пилить, копать, ухаживать за скотиной, косить, убирать двор. Да, у нас были всевозможные кружки. Но любить друг друга, относиться по-доброму друг к другу нас не научили. Никогда не забыть избиений за то, что не такой, как они, что играть хотел. И каким счастьем для меня стала десятилетка. Никто не мешает, никто не презирает. Все занимаются этим же делом. Как на белом свете ночью бродит ветер, не глядит в оконце, не ломно, не сонно. Бродит, как по крыше, как по пили, киши. В родину в подвале люди спят устали. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, люди спят устали. Что-то в Римечка идёт, что-то в Римечка бежит. Может, в Римечка найдёт, может, в Римечка уйдёт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты его наподавай, ты его наподавай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Люк заводится, в тёмной вёте ночь. И судьба торгует, что-то стучит, что-то стучит. В римечке лапой, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В малом зале метресса программ пригласила на нас играть в концерте для детей. Вы единственный, кто пишет у нас доступную музыку для бытового музицирования, сказала она при этом. В лице же у неё появилось такое отвращение и годливость, которые не могла скрыть даже двусмысленная улыбка. И я решил, что сочинение для бытового музицирования то же самое, что бытовое разложение. Для меня всё в жизни музыка. Движение человеческой души, желаний, памяти, рук, тел, дело, всё музыка. Дурная или хорошая. Жизнь любого человека — музыка. Не знаю, слушает ли он музыку в виде специально написанных произведений, но я не решусь на это посетовать. Или, скажем, предложить ему послушать оратовию или балет. Кто знает, может, его собственная музыка жизни гораздо богаче и умнее моей. Музыка. 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 17 сентября 1983 года, Москва. Знакомый Юра Селиверства разговаривал с кем-то из консерваторских, московских, о современных композиторах. Ему сказали, самый выдающийся композитор Шнитке, а самый отсталый – Свиридов и Гаврилин. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Исполняться, реализовывать свои планы. Одно только зная, ни на какие компромиссы я не пойду, не могу, иначе я не смогу ничего делать, сочинять. Это буду уже не я, это как бритва. Она толщиной в микрон, а сделай ее чуть потолще, она и брить не будет, и резать ей ничего нельзя. Так и я. Никогда не променею настоящее, но художественное. Даже страдания, даже горе, даже гибель. А тем более радость, победу, труд, лес, море, свет, любовь, усталость после работы, тишину. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Искусство — это то же, что монашество. Оставь человек отца и матери, бери свой крест и иди на жертву. А то ничего не будет. Художнику надо вечно хранить недовольство собой. А это — мука. А то, что 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 мука. Играет музыка Когда-то пела его песни Позвонила ему и сказала «Валерий Александрович, мы хотим организовать ваш авторский концерт» Он говорит «Галя, какой авторский концерт? И как вы его соберете? И кто петь будет? И потом оркестр? Это же так теперь дорого! Это же таких денег требует!» Он говорит «Валерий Александрович, это не ваша забота! Мы сделаем! Не волнуйтесь!» Ну и мы отправились на концерт Ну и когда мы уже подходили к капелле То он был просто поражен Что народ прямо идет, идет, идет Ну и нас посадили в царскую ложу Мы там вдвоем сидели Он всегда на всех концертах волновался Все то, что исполнялось на сцене Он всегда даже немножко слышно было Ну как, не очень громко Но он всегда все пропевал Все то, что исполнялось И несмотря на то, что ему трудно было выходить Он уже к этому времени У него тяжело было с позвоночником Тем не менее он выходил, кланялся Его вызывали не только после концерта А вот в течение концерта И поэтому вот такой успех для него Было большим счастьем Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Валерия Гавринина останется вообще на века Потому что вот я считаю, что это наш сегодняшний современный классик И когда я пою концерт, я говорю, это великий композитор Я так действительно думаю А сейчас... А кто ему? Ну это был последний его прижизненный концерт Это был май 98-го года В январе уже его не стал Матер-голубкина 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ